Такого в Бишкеке еще не было. Городские власти принялись за капитальный ремонт сразу нескольких улиц столицы. Для улучшения дорожной инфраструктуры и решения заторов мэрия провела капитальный ремонт на основных центральных улицах. Кроме того, строятся три моста и три новые трассы через железную дорогу. По словам чиновников, одной из причин, по которой улицы столицы находятся в аварийном состоянии, является то, что большинство дорог в городе построены по 17-20 лет назад и эксплуатируются до настоящего времени. К слову, срок службы асфальтированной дороги составляет 8-10 лет. Вопрос только в том, как проводится ремонт столичных дорог. Наша съемочная группа прибыла сюда в 13 часов дня сразу после обеда, чтобы проверить, как ведутся работы. Как вы видите, здесь не оказалось рабочих, кроме нарушения режима рабочего дня. Мы нашли еще здесь много чего интересного. Мы приехали на место с экспертом по дорожным сетям, талантом Садакбаевым, чтобы наглядно показать все минусы и плюсы нынешней грандиозной работы мэрии города Бишкек. Во-первых, при ремонте дорог, по словам эксперта, нет согласованности. Мне не нравится сама организация. Почему? Получается, что, например, здесь по большим улицам заказчиком выступает департамент, так сказать, и технодор осуществляет ребята УКСА. У Бишкек асфальтированной дороги по-маленькому заказчик Акимят, подрядчик Бишкек асфальтированной дороги. Вопрос в том, должен быть один хозяин, который определяет, где закрыть. Если где-то закрыл, параллельные улицы должны быть открыты. Соответственно, чтобы весь график плавающий был. И чтобы он не только между этими большими, но и по перекопам. Вы же видели, где-то перекоп, и все, и улица стала. Во-вторых, нет должного контроля за подрядными организациями. Прежде чем асфальт ложить, он же до бордюра должен ложиться. Соответственно, вот эту ямку должны были асфальтом заделать, чтобы с покрытием однозначно было. Не так, что вот так асфальт себе положили, здесь толстый слой будет, значит, у него просадка больше будет. Здесь яма образуется. Соответственно, вот эти вещи надо заделывать. Очистка должна быть очень качественная. А так, видите, проливку сделали, а нас не могут, а проливку прямо перед асфальтом делают. Если чем больше она лежит, тем больше на ней налепят пыли. Особенно осень, сейчас листьями заметят, вот только что положили. Где проводится капитальный ремонт, кроме несоблюдения рабочего режима, здесь обнаружились еще многочисленные нарушения. По безопасности у меня что-то, я смотрю, они вроде улицы закрыты, через покрытие, они люди идут, и мотоциклы беспрестанно ездят. Ну вот машина проехала. Несколько раз вот так проедет по свежерозлетной битумной эмульсии. Ее же потом придется по новой чистить, по новой опять разбрызгать, потому что туда грязь внесена будет, пыль внесена будет. Соответственно, качества не будет. А чтобы вот такого не было, там должен быть сигнальщик стоять с каской, с жилетом, с палкой полосатой. Чтобы, извините, нельзя, а мы же видим, смотри, даже опасно вот здесь стоять на закрытой улице, потому что что скутеры, что самокатов, что мотоциклы и все остальное полно-полно ездят. И машины тоже. Центральные улицы Бишкека уже давно нуждались в ремонте. К примеру, улица Абдрахманова введена в эксплуатацию в 2022 году, а улица Ахумбаева и проспект Джебек-Джолу проложены в 2003 году. Все они использовались свыше 20 лет. Дополнительную нагрузку на инфраструктуру создает увеличение числа автомобилей на дорогах. Но вопросов у независимых экспертов после завершения работ по капитальному ремонту дорог в столице осталось немало. Частные и муниципальные подрядные организации, по словам специалистов, работают, не соблюдая элементарных правил. Здесь у них должно быть стоять вагончик. Соответственно, все, кто на объект попадает, соответственно, они должны дать кассу, что типа то-то, то-то. Соответственно, жилет, чтобы уже издалека видно. Любой там оператор техники видел, что там человек есть. Соответственно, безопасность будет соблюдена. Здесь же тоже в зоне работы, так сказать, должны быть сигнальчики называть здесь. Это сказка, это человек. Что, например, видим, да, что пешеходы переходят, перебегают дорогу, что, например, велосипедисты, скутеристы носятся туда-сюда. Вот, к примеру, одно из нарушений при установке водоотводной решетки и дорожных люков. Подрядная организация обязуется устранить все недостатки в ближайшее время. Такое обещание они дали не только независимым экспертам, но и нашей съемочной группе. Вопросы по организации капитального ремонта тоже будут решены в ближайшее время. Проблем, по словам экспертов, немало. Проблем, по словам эксперимента, Спасибо за внимание. Во время проверки центральных улиц Бишкека нарушений было зафиксировано немало. А что происходит на окраине столицы? Это одна из отремонтированных улиц Бишкекской новостройки Кокджар. Здесь обочина, видите, ее только профилировать, она завышена чуть-чуть. А так обочина здесь, с этой стороны есть. Ее профилировать надо, чтобы вода... Где свальт начинается? Не понятно. Ну, а свальт у них, наверное, вот здесь где-то начинается. Ну, сейчас вон дождь идет, надо посмотреть, в какую сторону будет вода течь. Здесь было проложено несколько километров дорог на 30 миллионов сомов. По качеству вопросов много. Ну, вот здесь, вот видите, сегрегация. Ее как не уплотняй, вот такое место не уплотнишь. Сегрегация чего-то? Сегрегация – это значит, что мелкие сами по себе, крупные сами по себе, как однородные получился. А здесь, соответственно, что плотный был, бетон, асфальт или основание, когда плотный. Когда, например, как банку, сперва крупный положишь, потом чуть помельче, потом песок, а потом как бы воду. И получается плотный пакет. Эксперт по дорожным сетям Талант Садагбаев задается вопросом, есть ли проект строительства этой улицы, сколько сантиметров асфальта уложили и какая ширина дорожного полотна. Здесь вопрос в другом. Вот таких же Ай-Лёх-Мэту по всей республике тысячи объектов таких. И, соответственно, если, как президент даже говорил, с края чуть-чуть два сантиметра не доложишь, чей-то особняк. Сверху один сантиметр не доложишь, чей-то особняк. Или совсем не положишь, а запроцентуешь. Там два особняка. Соответственно, и президент это упоминал. Соответственно, вот такие вещи надо проверять. Не надо говорить, что село, там это, другое, десятое. Местные жители тоже недовольны качеством произведенных работ. На месте нет бордюров, водоотводных орыков и многое другое. Но некоторые жители все же рады новой дороге. Асфальт, конечно, лучше, чем грязи. Можир, один, два, три, четыртенадцать, пять метров. Один, два, три, четыртенадцать. Один, два, три. Ушуга оттүзмин сурада. Сеу, біздің бағыз ошон дойдейді. Емал гімісіне түшетпілбейм. Атет күжақта байлары бар. Алғар, тығым аяқтамолдағағын түйттің бар. Ушыл беттөр, елі мюнгердтір. Ушыл геть, елі мюнгердтір. Біздің бағыз ошон дүсіптілбейм. Біздің бағыз ошон дүсіптілбейм. Біздің бағыз ошон дүсіптілбейм. За годы независимости в столице Кыргызстана такого ещё не было. Городские власти принялись за ремонт сразу нескольких центральных улиц. И причём одновременно. Кроме того, мэрия сама призывала граждан сообщать о всех нарушениях. Бешкекчан, заметившись дефекты на дорогах, где проводится капитальный ремонт, просят звонить по телефону горячей линии.